14.00 в Москве. Этот час с вами проведу я, Оксана Кочкина. ФСБ обыскивает квартиры бизнесменов, которые реставрировали исторические памятники по заказу Минкульта. Под особое подозрение попал глава компании «Балтстрой» Дмитрий Михальченко. По версии Следственного комитета, при реставрации в крепостях и храмах Псковской области исчезло около 100 миллионов бюджетных рублей. ФСБ пришли с обысками в офис, домой, на дачу к Михальченко. Минкульт заключил контракт с его компанией еще в 2012 году. Сумма сделки составила тогда 300 миллионов. Ремонту подлежал целый комплекс исторических зданий. Это Никольский собор и церковь, также церковь Сергия Радонежского, дом купца Белянина. Конкурс на реставрацию всех этих зданий, а также Псковского театра выиграла петербургская компания «Балтстрой». Но в мае 2013-го было возбуждено уголовное дело. Дмитрий Михальченко в рейтинге миллиардеров занимает 46 место. Его состояние оценивается в 18 миллиардов рублей. А 14 марта по дороге в аэропорт Пулково сотрудники ФСБ доставили к следователям гендиректора «Балтстроя» Дмитрия Сергеева. Позже его отпустили. Сейчас эксперты заявляют, что компания «Балтстрой» с самого начала, получая заказ на ремонт исторических зданий, была к таким работам совсем не готова. В штате не хватало не только высококвалифицированных специалистов по реставрации, но даже простых рабочих. Поэтому на объектах гастарбайтеры трудились безо всякого опыта, конечно же. Одним из самых скандальных случаев проведения ремонта «Балтстроем» стала Никольская церковь 17 века в деревне Изборск Псковской области. Всего через два года после реставрации древнее здание покрылось зелеными пятнами. По делу о хищениях обыски проходят и в Москве, в самом Министерстве культуры. Следователи ФСБ изымают документы о проведении государственных конкурсов и размещении заказов. Все это часть одной большой операции по расследованию дела Минкультуры. Сегодня был задержан замглавы ведомства Григорий Перумов. Он исполнял обязанности штатсекретаря Владимира Мединского. Сейчас чиновник находится в Ростове-на-Дону в ближайшее время. Его доставят в Москву и изберут меру пресечения. В причастности к хищению госсредств подозревают и директоры Департамента управления имуществом и инвестиционной политикой Борис Амазо. По данным счетной палаты РФ объем фактически неподтвержденных работ в Изборске составил не менее 60 миллионов рублей. Так это в одном только Изборске. Давайте посмотрим, как отреагировал министр культуры Владимир Мединский. Журналистам он ситуацию пока не комментирует. В социальных сетях смотрим тоже ничего не пишет. Последняя публикация была сделана в 18 часов назад. Пишет он, создадим, оборудуем центр русской графики и отреставрируем в 2017-м. Бывшую морскую библиотеку в Михайловском замке. Тогда же, 18 часов назад, еще один пост. Итоги сегодняшнего совещания в Русском музее. Реконструкция. Опять же, поэтапно до 2019 года. Давайте еще один. Еще одно совещание. Смотрите, по строительству нового комплекса. Завершим этот безумный долгострой за год. Это долгострой с 2008 года ведется. Но вот такие последние публикации. Три все о строительстве и реконструкции.